Вы даете право на запись и публикацию этого интервью? Ну да. Как вас зовут? Фамилия, имя, отчество, отход рождения, откуда вы? Волков Игорь Николаевич, 1906-2001 года, Свердловская область, Камышковский район, деревня Нижних. Как попали в Украину, кратко? Кратко. Алло. Давайте. Мам, привет. Привет, Игорь. Эта, я, короче, я сейчас в СИЗО. Уже не открою. Вы как-то связывались, звонили? У меня все хорошо, живой, здоровый, кормят. Эта, слышишь? Слышу, слышу, да, слышу. Что у вас там? Нормально, все хорошо, точно хорошо все? Да, не переживайте, все хорошо, ждем. Не переживаю, как это. Конечно, Игорь, я связывалась, я везде уже в СО, уже везде обзвонила, что можно и нельзя. Как бы должно быть все нормально. Ну, ну, нам тоже говорят, что все хорошо будет, сейчас ждем обмена, когда вообще война закончится. То есть у нас... И мне также отвечают, да, что когда война закончится. Нас должны обменять, да. То, что при условии, что я вообще в начале войны попал в плен, то, что еще не успел даже и не собирался как бы ничего делать, не наделал глупостей всяких. Вот, да, да, то, что по возрасту еще и сказали, что возможно первых обменяют. Ну, вот, ждем сейчас, надеемся, что скоро закончится это все. Мы тоже надеемся, да, вообще надеемся, Господи. Мы хоть бы обменивали тогда уж тех, кто вперед попали туда. Так так и будет. Что она сделала для того, чтобы остановить войну? Игорь. Да, 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 тут вопрос это, что, что, мам, ты сделала, чтобы остановить войну? Что я сделала, я обзвонила все везде, в Миноборону все везде обзвонила. Военкомат, Миноборону, военную полицию везде подзвонила. Везде. Как мама относится к войне вообще? Потому что нам тоже мать это не надо. У тебя бабушка с Украины, дедушка мой с Украины, ну, вообще там нафиг не надо все. Да я тоже говорил, что с Украины бабушка. Дедушка, да, и мой дедушка. А ты, а скажи мне, просто спрашивать, я просто не помню, а с какого она района вообще, ты не помнишь? Ой, она в Донецкой области, в Донецкой, что-то Куйбышевский район, что ли, как я... Его бомбард. Не точно, когда говорила. В Донецкой вроде, я там в Донецкой, я там в Донецкой, я там не знаю, или ты можешь паспорт смотреть. Ну все, я понял. Вопрос к маме у меня есть. А, тут вопрос, мам, к тебе, вопрос. Это спецоперация или агрессия Российской Федерации против Украины? Или скажи мне поближе, это издалека. У меня к вам вопрос, это спецоперация или это война, открытая военная агрессия? А какая это будет спецоперация? Какая это война натуральная? Не понял. Мы сейчас, мы тянем. Алло. Да, да, да. Понимаем прекрасно это. И нам как бы, нам вообще нафиг нам нужна эта война. Нам не надо это. Ну, молчайте с нас. Мы вообще не за войну. Не надо нам это. Вот это. Нам надо, чтобы наши дети, ну, рядом с тобой были, блин. Ну, как сейчас вот получилось. Придуму это. Ну, зачем это нужно было? Нам это не надо точно. Все, успокойтесь. Да я, знаешь, как, иначе как нервничаю. Ну, как, или я, как, или я, ты знаешь, что я переживаю. Мне нервничают. Все, меня, я, ну, меня уже не убьют это точно. Ну, если только свои же не разбомбят. Ну, я уже сама это понимаю, блин, я сидел. Там-то точно тебя не убьют. Хоть бы, ну, эти российские, блин, ничего не кинули туда. Где, где, где вы? Да, 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 вот мы из-за этого и переживаем тоже. Там, а ты по этому переживаешь тоже. А так, ну, как бы, относятся хорошо. Хоть и понимают вообще, какая ситуация сейчас происходит. Как бы по-людски гуманно относятся к нам. Кормят, ну, нормально. Если вдруг, ну, российская оборона, там, вам отправит домой на адрес похоронку, вот, вы не думайте, что я... Вот, возможно, они считают, ну, хотя говорят, что они знают, что я в плену, но, возможно... Я еще хочу, я еще буду звонить. Возможно, подожди, стой, слушай, слушай меня. Возможно такое, что они отправят похоронку, что они меня не нашли и думают, что я погиб. Вот, вы, вы, это как бы, ну, я здесь, я вот тебе вот сейчас звоню, я все хорошо. А на видео он может посмотреть на канале? Можешь видео посмотреть на канале, там. Ищи своих, вот то, что сейчас записывается. Вот то, что сейчас, вот то, что сейчас, вот сейчас записи, я с тобой разговариваю, вот, все хорошо. Если будут требовать какие-то деньги, украинцы деньги никакие не требуют, это только ваши спецслужбы. Слышишь, 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 что говорят? Если деньги там какие-то будут требовать, это ничего никому не переводи. Вот, это в Украину никаких денег ни с кого не требует. Вот, есть все на канале, все видео есть. Вот, со мной как бы все хорошо. В общем, все это, надо заканчивать уже. В общем, я рад, что вам дозвонился, что вы сейчас знаете, что я жив. Вот, я вас всех люблю. Вот, и... Мы тебя тоже, игорь. Все, ждите. Надеюсь, скоро это все закончится, и я скоро окажусь дома. Ну, да, слава богу, все заходим, а скорее бы уже закончилось. Ладно. Хотим, чтобы побыстрее, прям все. Ладно, все, все, давай, пока, все, давай, люблю. Давай, пока, давай, мы ждем сюда идти. Все, давай. Да, ладно. Окей, ну я слышу, что вы и так все, в принципе, адекватно воспринимаете. От себя добавь что-нибудь, что ты хочешь добавить, передать там россиянам, которые уже в Украине, или которых там сейчас отправляют в Украину. Россиянам что хочу передать? Чтобы, которых парней сейчас, молодых, призывают в армию, чтобы они как-то, не знаю, косили, не надо, их будут сюда, их по-любому будут сюда отправлять. И они просто здесь будут гибнуть или убивать мирное население, которое защищает свой дом просто. Вот, хотел бы это сказать, что не нужна, не нужна эта война никому. Ну, одному человеку она только нужна, эта война. Всем остальным, вот тут большинство родственников также живут в Украине. У меня бабушка, девушка с Украины. И так много у кого и никому это не надо. Это надо останавливать эту войну вообще сейчас. Алло. Привет, солнышко. Вот, ну, в общем, я надеюсь, что я скоро вернусь. А как девушка к войне относится? Можешь спросить. Настя, тут вопрос. Как ты вообще к войне относишься сейчас? К маме, как к ней относиться ужасно. Что я отвечу, что положительно, нет. Ничего подобного. Может, вы что-то делаете для того, чтобы там россияне не продолжали ехать в Украину, где еще что-нибудь? Еще раз. Ну, может быть, вы что-то делаете для того, чтобы другие россияне не ехали в Украину? Ну, господи, у нас тут какие-то всякие митинги происходят, но это все заканчивается очень ужасно. То есть, как бы, у нас все равно как-то пытаются достучаться до полиции, потому что нахрен оно надо. Угу. Вот. Ну, оно все. Кто-то слышит, кто-то нет. Ну, а между собой, там, между, там, я не знаю, друзьями, подругами, вы хотя бы говорите о том, что это не нужно, что это бред, что-то нет. Да, да, да. Я понял, спасибо. Спасибо. Заканчивай. Вот. Ну, все, солнышко, давай заканчивать уже. Главное, там дома, где я тебя очень сильно люблю и скучаю. Конечно. Вот, скоро я надеюсь, что все закончится, и я вернусь. Ну, мы не будем полностью эти разговоры все давать в эфир в любом случае, потому что в этом смысла-то особого нет. Ну, зачем? Пять минут личного разговора о том, как кто скучает, с кем и так далее. Скажите, пожалуйста, договори за... За то, что обращение к лицу? Да, да, да. Ты практически уже все сказал, что не надо сюда идти, вообще эта война никому не нужна. Хорошо. А ты не боишься, вот, все это дело, возвращаться в Россию? Ну, есть страх, да. Слушай, мы не знаем, что там будет вообще, как сейчас. Главное, чтобы родных, ну, не трогали. А так вообще есть страх, да, не больше. Неизвестно, что будет с нами, как с нами поступят вообще. Тут 50 на 50. Закроют, может. Не знаю, хотя за что садить вообще нас. Как вам нравится в такой страхе вообще, с такими вот, где законов нет, ничего нет. То есть ты ничего не знаешь. Это я как-то раньше в политику-то особо не вдавался. Нет, что, нет. Родные из деревни, почему я с девушкой встречался и как-то, ну, работал, деньги зарабатывал, да. Ты не вдавался вообще в политику. А в армию-то чего пошел вообще? В армию у нас большинство на работу не берут. Из-за того, что отсутствует военный билет. Да. Вот, и послесрочно в службу мне предложили на соревнованиях в танках «Биатлон». Сказали, ну, участвовать хочешь, потом всемирный этап. Я согласился, и мне сказали, надо контракт подписать. И вот только из-за соревнований мне пришлось. А ты, получается, на танки ездил, водил танк? Я, получается, вообще с товарищем, он тоже здесь сейчас. Мы вместе учились на срочке в городе Чита, 212-й ОУЦ, на механиков-водителей. А когда нас забрали со срочки в боевую часть, он остался механиком по документам. Я тоже по документам механик. Но меня поставили на водчика оператора, сказали, для комплектовки экипажа нам не хватает людей. И засунули меня, то есть вот не по специальности, по-моему. Ну, а как вы думаете, вы готовы вообще были к войне? Технически, морально? Да, я думаю, никак. Нам даже не сообщили, что вообще мы на войну едем. Нам сказали, у нас учение с Воронеж, ну, в Воронеж. Но вы же пересекли все-таки границу в Украине? Вы же увидели, что вы все-таки уезжаете? Да, мы начали задавать вопросы. Ну, то есть это было ночью, что мы пересекаем. У нас просто колонну командир батальона вел. То есть мы за ним все это... Ну, я вообще в башне, можно сказать, ну, спал и ехал. И вот. И мы в ночь пересекли границу, получается. Ну, наутро мы увидели уже номера машин. Ну, что, украинские знаки именно. Я командиру, как бы, задал вопрос, говорю, ну, как вообще-то, как так получилось, что за Украина-то? Он говорит, ну, лишних вопросов, говорит, не задавай, говорит, осталось марш. Ну, нам сказали, командир полка, говорю, марш совершить 150-180 километров. Он сказал, лишних вопросов не задавай, немножко осталось проехать. И там командир батальона листочек был с начальными пунктами. Вот. А так у нас забрали документы, телефоны, связь. Вот. И сказали, немножко осталось, разворачиваемся. Сворачиваем лагерь и в ППД уезжаем. Но вы понимаете, что этот марш, это не просто покататься, а то убийство людей, это уничтожение городов? Ну, получается, мы все это время, до 27-го числа, как я попал в плену, то есть мы 24-го по 26-е, мы все время в каких-то полях были. Мы ехали по каким-то полям, по лесам. И вот только мы выехали 27-го утром на дорогу, тут же нашу колонну разбили, и я попал в плен. Не, ну, меня интересуют ваши мысли просто, когда вы ехали по этим, по лесам, по полям, по Украине. Что вы себе думали вообще, вот как? Ну, что мы могли думать? Ну, мы спрашивали вообще. Нам сказали, не вникайте особо. Ну, вы, наверное, думали, что вас с цветами тут встречать будет, с хлебом, с солью, там. Да мы не знали, даже мы спрашивали, как мы вообще оказались на Украине. Нам сказали, немножко осталось, марш заканчивается, и мы уезжаем. И все, больше не нужно. Ну, я понимаю, я просто задаю эти вопросы так дотошно, потому что вам не верят, в принципе, ни россияне. Ну, они вообще говорят, что это все вообще фейк, постановка, они не правды. Что вы можете... Что ты не актер? Не знаю, ну, маме моей позвоните. Ну, как, ну, как я могу еще доказать? Мы выкладываем видео, и ваши же пишут, что вы актеры. Вы не настоящие. Как вы относитесь к таким людям? Они вообще люди? Ну, могу сказать, что вы позвонили в мою часть, где, ну, 50-80-98, Подмосковье, Алабино, Всемирный танковый биаталон там проходит. Ну, в штате там должны все быть написаны. Пускай туда позвонят, спросят. Есть такой вообще, нет. Как думаете, почему не вносят в список пленных тех, кто явно пленный? Вот уже видео есть, вот уже фото есть, вот все уже, мы уже все предоставили, а вас вот не вносят в список пленных. То есть нас не принимают как пленных? Страна говорит, что вы не пленные. Вы не в плену. Ну, не в списке пленных, пусть у них там. Ну, да, мы конкретно по этому человеку не знаем, но смысл в том, что не вносят, очень многие говорят о том, что не вносят в списки пленных, и очень многие не понимают, почему так происходит. А происходит так, потому что Россия не может, если она внесла в список пленных своих, да, вас там и всех прочих, то им нужно показать количество этих пленных. Они не могут показать количество этих пленных, потому что тогда все россияне поймут, что их очень и очень много на самом деле. А они показывают 500 убитых, где-то там плюс-минус вот так вот. Они дезинформируют. Да, а не может быть, как бы, вот 2000 пленных, например, на 500 убитых, это просто нелогично. Вот, и так вот. Сколько убитых ваших солдат? Ну, по статистике, которую мы смотрим, по новостям, на данный момент 14400. Сколько раненых? Раненых, я не знаю. Более 45 тысяч. Ну, возможно, но просто по статистике там, ну, не пишут, сколько раненых. Понятно. Ладно, хорошо. Тут такое, знаешь, что бы ты вообще делал, если бы вот сейчас тебя в Украину направляли? Если бы я знал, что я... Да, все знал наперед, да. Ну, скорее всего... Дезертирсона, наверное. Ну, и кому нужна эта война вообще? Если бы мы знали, мы бы, мне кажется, мы бы все сказали, сроты, нам это не надо. А вы уже видели видео, возможно, вам уже показывают, не знаю, по телепу крутят или не крутят, я не успеваю его смотреть, мародерство российских военных. Как они заходят в украинские дома, в села, там, нутеллу показывали. Да, это да, я по новостям. Да, это да, нутелла, говорит, смотрите, как они живут, нутелла. Он так удивляется, нутелла, ну, нутелла у нас это как бы, что-то очень такое обыденное. Ну, что вы можете об этом сказать? Это так дико для нас. Ну, это просто, не знаю, мне кажется, это поступок, ну, не человечный, мне кажется, так просто вырваться в дома, мародерить. Это не по-людски как-то, и вообще зачем это? Вы бы так не делали, да? Да я вообще не знаю, вообще не знал даже, да не делали бы, конечно, ну, это врываться в чужой дом, вообще на чужую землю, в чужой дом, вломиться в чью-то квартиру, и, ну, я видел по новостям, да, там показывают, они... И жрать из чужого холодильника, то есть чужой ложек? Ну, конечно, они пьяные, там, скорее всего, ну, видно, что они не трезвые, вообще это все делают. Да, ну, это не снимает ответственности. Хорошо, спасибо.